Добрый день, добрый вечер и доброе утро, дорогие автолюбители! Это канал Эко-Кар и его ведущая Арина. Сегодня мы вам расскажем о нашей поездке в Узбекистан и в том числе, как мы переходили границу. Так, значит, едем в Узбекистан, город Ташкент. Сейчас у нас по-китайски 7,47, 328 километров остатки, 80%. Посмотрим, как выдержит наше путешествие машина электромобиль Worldmaster EX-5. Продолжение следует... Значит, вот мы доехали до границы. Проехали мы 106 километров, в остатке у нас 216. Когда выезжали, выезжали было 329 было. 329. Ну, вообще, я один к одному, я тебе скажу, нормально, хороший расход. Прошел час. Сдвинулись только на две машины где-то. Чисти электромобиль, да? Да. Прошло два часа. Осталось где-то три машины впереди нас. Ну, дай бог пропустят. Так, прошло более трех часов. Если быть точным, по-моему, три часа и восемь минут. Мы перешли только границу Казахстана. И вот сейчас на нейтральной зоне стоим, ждем, пока нас впустят в границу Узбекистан. Прошло четыре часа. И у нас ситуация не изменилась. Мы стоим на нейтральной границе. Так, идет четвертый час. Пятый час. Скоро пять часов будем стоить. Ну что, нас можно поздравить. Мы прошли границу. Не прошло и пяти минут. Добро пожаловать в Ташкент. Теперь расскажем вам о некоторых тонкостях перехода границы из Казахстана в Узбекистан. Первое, это на обоих границах вам будут давать бегунок. Бегунок вам будут давать пограничники при въезде к границе. Что в Казахстане, что в Узбекистане. Со стороны Казахстана там никаких, в принципе, приложений, ничего, плат никаких не надо делать. Ну, по крайней мере, мы этого не делали. А вот в Узбекистане там есть следующие тонкости. Первое, это вот вы, когда пройдете паспортный контроль, это нужно делать сразу. И водителей на автомашинах пропускают вне очереди. Даже если там большая очередь, автобус там приехал, вас пропустят вне очереди. Второе, там вы подойдете к будке, ну, вам скажут какое-то. Там сидит человек, который вам выпишет, там, я не помню эту бумажку, к сожалению, не сфотографировал. И направит вас в кассу, чтобы оплатить ветеринарный сбор. Сумма будет составлять 18500 сомов. И если у вас есть тонировка, то вы заплатите, по-моему, 163000 сомов. Но у меня не было тонировки, поэтому я вам точную сумму сказать не могу. Но мне водители сказали, что это 163000 сомов. Далее, вам нужно скачать приложение. Можете это во время, когда в очереди в кассу будете стоять. Или там в очереди на паспортный контроль скачать вот это приложение. Зарегистрируйте заранее там свой автомобиль. Если у вас нет роуминга, там есть Wi-Fi. На какой-то из будок там написан какой Wi-Fi, пароль его. Подключитесь, скачайте это приложение, зарегистрируйте свой автомобиль. И вы должны получить вот такой вот QR-код. Этот QR-код вы уже будете показывать таможнику, он или кто, я не помню, сидит. Он вас зарегистрирует, вобьет там в компьютер, даст вам тоже какую-то бумажку. Или поставить печать, тоже точно не помню. И дальше вы уже после вот этих всех проверок, вот этих всех оформлений, только после этого вы идете на проверку автомобиля. Ну там уже как повезет вам будут досматривать тщательно, не тщательно, там долго, не долго. Ну вот эти вещи, в общем основные задержки не составляют именно вот эти вещи. И забыл еще сказать, что когда мы пытались скачать это приложение, у тех, у кого были айфоны, не смогли скачать это приложение. Поэтому они просили у людей, у кого есть с андроидом телефоны, они просили у них, чтобы скачать, зарегистрироваться. Поэтому будьте к этому готовы, на всякий случай, может два телефона возьмите там. Ну, потому что есть такая вот проблема еще. Еще, как только вы пересечете границу, выйдете за ворота, вас ждет еще одна, как бы, статья затраты, это страховка. Обязательно надо сделать страховку. Мы сделали на двух человек, нам это стоило 40 тысяч сомов на 15 дней. Ну, как бы, вот так, что смог, то рассказал, что помню, попытался вам передать. Удачи вам в переходе границы. Если вы еще не передумали переезжать границу на автомобиле после этого видео, то удачи вам. Ну, скажу вам, что наш электромобиль справился с этой поездкой. После этой поездки, ну, после того, как мы пересекли границу, мы еще съездили в Черчик, еще там намотали километров. Ну, в общем, как бы, в итоге все сложилось хорошо. Ну, вот и все, что мы хотели вам рассказать. Это был первый обзор про поездку в Узбекистан. Дальше вас ждут обзоры про авторынок, про электрозаправочные станции, про то, с какими приключениями мы столкнулись, когда возвращались домой, обратно. Ну, и, как всегда, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и делитесь нашими видео со своими друзьями. Ну, а я вас люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok